В эфире телеканала Бобруск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Бобруйский аэродром. Принял и проводил с полными баками. Учебно-боевые самолеты Як-130. История с хэппи-эндом или маму все же стоит слушать? Крапкался так, что нога застряла. Покажем, как спасатели вызвали ли мальчика, который застрял на дереве. Элита национальной экономики. Генеральный директор Бобруйска Громаша стала лауреатом премии руководитель года 2019. Географию Азии он изучил на практике. Довезите до Бобруйска. Путешественник Александр Яловик вернулся из очередного отчаянного турне. Дарить тепло и нести свет. В стране сегодня отмечают День энергетика. Также в итогах недели по новым правилам. Каких изменений стоит ожидать от 2020-го. И один погибший и пятеро пострадавших. Расскажем подробности стрельбы в Москве. Бобруйский аэродром готов к выполнению любой задачи. На базе 83-го инженерного аэродромного полка была произведена посадка звена самолетов Як-130 гвардейской штурмовой авиационной базы. Также были отработаны элементы заправки крылатых машин и подготовка к повторному вылету. Летчики, инженеры и руководство командований ВВС и войск ПВО дали высокую оценку качеству подготовки личного состава. Максим Кембель передает со взлетной полосы. Сегодня авиация ВВС и войск ПВО – это высокоинтеллектуальный вид вооруженных сил нашей страны. В распоряжении самолеты четвертого поколения. Эти машины оснащены самым современным вооружением, средствами обнаружения противника, управления огнем и новейшей навигационной аппаратурой. Белорусские авиаторы – одни из лучших. Это наши пилоты не раз доказывали на армейских международных играх, показывая высокие результаты. Но без грамотных действий на земле крылатая гвардия никогда не взлетит. Это хорошо понимает руководство армии и постоянно проводит различные тренировки. Четыре самолета Як-130 приземлились на неделе на Бобруйский военный аэродром. Небольшая небесная эскадрилья впервые прибыла к нам в гости. Это часть тренировки военно-воздушных сил. Главная задача для Бобруйчан – это с наименьшими временными потерями заправить машины и подготовить их к повторному взлету. Благо, вся имеющаяся инфраструктура для этого есть. И благодаря высокому профессионализму военнослужащих 83-го инженерного аэродромного полка поставленная задача была выполнена. Продолжительность заправки составила от полутора до трех с половиной минут. Самолеты заправлялись практически одновременно. Это очень хороший результат. И хочется выразить славу благодарности и командованию 83-го полка, что в такие короткие сроки, можно сказать, с высоким качеством была выполнена поставленная задача. Як-130 – единственный в мире учебно-боевой самолет с характеристиками, аналогичными современному реактивному истребителю. И отрадно отметить, что этой тяжелой машиной, а точнее целой эскадрилью, командует бобручанин Николай Смолянинов. Наш земляк с детства мечтал сидеть за штурвалом самолета. Начинал обучение в Бобруйском аэроклубе, а завершил его в военной академии. И уже на протяжении долгого времени защищает мирное небо над нашими головами, передавая свои навыки и высокий профессионализм новому поколению летчиков. Тяжело, но интересно. Интерес перебарывает. Все впечатления в воздухе, они просто не описать. Как говорится, кто побывал в воздухе, уже обратно не хочет вращаться. Як-130 может поднять до трех тонн средств поражения. Также он оптимально подходит для подготовки летчиков. Цифровая панель позволяет смоделировать на экране оборудование различных типов самолетов. Даже тех, что еще только поступят на вооружение. Сегодня закупка и модернизация техники – одна из важнейших задач, стоящих перед вооруженными силами Беларуси. В этом году наши летчики получат первую партию современных многоцелевых истребителей Су-30СМ и боевых вертолетов. Ну а пока яки гордо и с полным баком покинули Бобруйскую землю. В числе лучших генеральный директор Бобруйска «Громаш» Надежда Лазаревич стала лауреатом престижной премии. Руководитель года 2019 – элита национальной экономики. При выборе победителей конкурса, а их было 34, жюри оценивало показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, их рекламную активность и работу на экспорт. По всем этим параметрам Бобруйский промгигант и стал лидером. О личном вкладе в общий успех расскажет Людмила Любимцева. Молодой руководитель Бобруйска «Громаш» стоит у руля промгиганта всего второй год. Но за это время Надежда Лазаревич зарекомендовала себя как крепкого хозяйственника. Благодаря её грамотному и профессиональному подходу, объёмы производства на предприятии за 2019-й выросли в два раза. А экспорт увеличился на 10%. Подросла и заработная плата сотрудников. Недаром она стала лауреатом премии руководитель года 2019 – элита национальной экономики. Награждение прошло в столице. В предварительном отборе приняли участие более 350 номинантов. Лидеры наиболее динамично развивающихся банков и предприятий. От лёгкой промышленности до машиностроения. Победителями стали 34 человека. Мы смогли добиться результата в части реализации техники как на территории Республики Беларусь. Мы увеличили объём реализации по Республике Беларусь в полтора раза. Так и по экспорту в два раза. То есть у нас на складе, в котором мы производим продукцию, её почти нет. Надежда Анатольевна убеждена, для хорошего руководителя важно не бояться принимать решения и нести за них ответственность. У лидера промгиганта два высших образования – экономическое и юридическое. Перед тем, как возглавить холдинг, она работала в частной компании, которая производит гидравлику для мобильной техники. Этот опыт помог на новом месте выстроить эффективный маркетинг. Требования у участника немножечко, наверное, меньше в части делопроизводства, но больше в части живых цифр и результата. Поэтому, конечно же, основной результат – это прибыль и рентабельная продажа. И это меня учили и на предыдущем предприятии. И мы смогли воплотить это здесь, со своей командой. К слову, недавно Бобруйский промгигант и сербская агропромышленная компания заключили контракт на поставку сельхозтехники. Несмотря на то, что сотрудничество начато только в середине 2019-го, развивается оно весьма динамично. Для Сербии мы разработали новые виды продукции. Это бочка для внесения жидких органических удобрений. Она с меньшим объемом, трехкубовая. Было разработано специально для Сербии. Подписан контракт на полмиллиона евро. Контракт на 2020 год. Нужно отметить, что в выходящем году предприятие получило новый виток технического развития. В эксплуатацию было введено порядка 50 единиц технологического оборудования. Прессово-сварочного механообрабатывающего, которое позволяет вывести продукцию на высокий уровень. Кроме этого, здесь также модернизировано 48 компьютеризированных рабочих мест. Оборудование приобреталось конкретно, точечно для выполнения основных целевых показателей, которые мы себе отметили в 2020 году. Это повышение ВДС на 112% и повышение экспортных поставок на 115%. Пусть оставим такие задачи. В 2020 год Надежда Лазаревич смотрит уверенно. Избавлять темпы не собирается. Она ставит перед собой планку выйти на среднюю зарплату по предприятию в размере 1 тысячи рублей. Людмила Любимцева, Максим Галенка, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Каких изменений стоит ждать в новом году? На что делает акцент лесная охрана? И куда стало проще добраться на поезде? Сейчас коротко о главных заголовках недели. В Беларуси в 2021 году могут ввести ID-карту. Она заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и станет единственным документом, удостоверяющим личность. А новый биометрически будет использоваться только для выезда за границу. Паспорт и ID-карту выдадут в обязательном порядке с 14 лет. Однако по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка можно и с момента рождения. Также в ней будет привязка к регистрации. В паспорте же она будет отсутствовать. К слову, ID-карты будут выдаваться не только гражданам Беларуси, но и постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства. С 28 января 2020 в стране заработает обновленный трудовой кодекс. Нововведением подразумевается, что отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя декретный отпуск, а мамы с детьми до 3 лет отправляются в служебную командировку. Отпускники же будут работать на полную ставку. С добросовестными специалистами могут заключаться долгосрочные контракты. Также в новом году бюджетникам будут по новой схеме рассчитывать и выплачивать зарплаты. До конца будущего года продлена и программа семейного капитала. При этом расширены случаи досрочного использования таких денег. По новым правилам досрочно использовать семейный капитал смогут семьи, которым он уже назначен. Лесная охрана перешла на усиленный режим работы перед новогодними праздниками. Сотрудники будут пересекать самовольную рубку деревьев. Кроме рейда в помощь специалистам фото- и видеоловушки. Ежегодно они фиксируют все больше нарушений, а штраф за них может составить до 1400 рублей. Новогоднее дерево, купленное на специальном базаре, обойдется дешевле. Точки по всей стране заработали в пятницу. На зимние праздники будет ходить больше поездов. Железная дорога дополнительно назначила почти 80 международных составов. Они будут курсировать с 20 декабря по 9 января по наиболее востребованным маршрутам. Например, из Минска в Москву и Вильнюс, из Гродно в Санкт-Петербург и из Могилева во Львов. Более подробную информацию можно уточнить в контакт-центре БелЖД по телефону 105. Ожидается, что наиболее востребованными периодами спроса на перевозки станут 28, 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 8 января. Тепло, горячая вода и электричество. В Беларуси свой профессиональный праздник отмечают работники энергосферы. Это электрики, инженеры, монтажники, ремонтники и операторы тепловых установок. Все те, кто делают нашу жизнь комфортной и уютной. Филиал Бобруйской электросети республиканского унитарного предприятия «Могилев Энерго» сегодня обеспечивает освещенность улиц и домов нашего города и еще пяти районов. Какова протяженность линии электропередачи, расскажем прямо сейчас. Если вытянуть в одну линию провода электропередач, которые находятся на балансе бобруйских электросетей, получится расстояние более 9 тысяч километров. Это как если из Бобруйска добраться до Хургады, затем назад в Беларусь и снова в Египет. Кроме нашего города, предприятия обслуживают Бобруйский, Кировский, Глузский, Кличевский и Осиповичские районы. Сотрудники организации и день и ночь трудятся над тем, чтобы в домах жителей города и сельской местности всегда было светло. На данный момент пока не ввели атомно-электрическую станцию. К нам поступает электроэнергия с источников. Основной источник – это Нулукомельская ГРЭС. По линии 330 киловольт поступает напряжение по станции Мирадзина. Распределяется в Гомельскую область и в Минскую область. На предприятии есть две диспетчерские – городская и сельская. Это мозг организации, где осуществляется автоматизированное управление всей системой энергоснабжения Бобруйска и районов при помощи компьютеров. Диспетчер Сергей Богуш работает здесь 20 лет. В связи с модернизацией процесс устранения неполадок на линиях значительно упростился, признается мужчина. Их причины могут быть самые разные – от погодных условий до человеческого фактора. Большинство аварий можно устранить, не выезжая. Ведет сигнал аварии, допустим, я могу выделить участок аварийный, не выезжая, не переключаясь. Но уже саму причину тогда выезжает бригада. К слову, Бобруйский сельский район сетей – первый в Беларуси, где прошла комплексная автоматизация. Что же касается времени устранения повреждений, то в среднем по городу оно составляет полтора часа. В деревнях работы по налаживанию энергоснабжения могут длиться несколько дольше. В распоряжении сотрудников порядка 150 единиц техники – дизельные и гидроэлектростанции, краны, вышки, бригадные машины. Этот арсенал позволяет оперативно и качественно справиться с любыми задачами. Даже если происходит отключение ночью, наша задача – быстро выделить поврежденный участок и запитать всех. Ну и с минимальным временем восстановить уже существующий участок. Зависит от категории электроснабжения потребителя. То есть, естественно, там больницы и все остальное – это категорированные потребители. Там есть автоматика. Здесь, как правило, время, то есть оно секунды занимает. Сегодня в филиале «Бобруйские электросети» трудится 860 человек. Есть среди них и передовики. Накануне профессионального праздника начальник производственно-технического отдела Елена Бабкова удостоила звания отличника белорусской энергосистемы. Женщина работает на предприятии более 15 лет и отвечает за материально-техническое оснабжение всего филиала. Показатели, наверное, хорошие – это хорошая работа всего отдела, потому что нет серьезных нарушений. Значит, пытаемся работать, приносить пользу своему предприятию, работать не только по должностной инструкции, сверх, с инициативой. В День энергетика слова поздравления летят в адрес тех, благодаря кому в наших домах всегда и свет, и тепло. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. 13,5 тысяч километров то пешком, то автостопом. Путешественник Александр Яловик вернулся из очередного двухмесячного турне. На этот раз нашему герою покорилась Средняя и Центральная Азия. Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан – таков маршрут странника из Бабруйска. Относительно небольшая сумма денег и море незабываемых эмоций. О строителе по профессии и философе по жизни смотрите далее. Такие пляжи у них. Миленький камушек. Красота. Здесь ходит человек. Во время очередного турне путешественник Александр Яловик практически не выпускал из рук мобильный телефон. На камеру своего смартфона фиксировал самые колоритные места Средней и Центральной Азии. На пути мужчины встречались невероятные пейзажи, интересные люди и животные, которых не встретишь вдоль дороги Беларуси. Особенно впечатлило туриста то, что в Кыргызстане народ от мала до велика ездит верхом. Кто на осликах, а кто на лошадях. Безусловно, не оставила равнодушным и нетронутая природа. Довезите до Бобруйска. Одно из невероятнейших мест, которое странник первым делом отметил на карте путешествий, это ущелье Каньон Сказка, что находится на Иссыкуле. Это, уверяет бобруйчанин, хотя бы раз в жизни просто нужно увидеть. Дошел я до этой сказки. Хоть здесь что-то нет. Не Елена Прекрасная, не Кащая, не даже Бобуиди. Экскурсия мужчины продлилась ровно два месяца. А общее расстояние составило почти 13,5 тысяч километров. А за это время Александр Яловик посетил Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Где добирался пешком, где подвозили. Говорит, не голосовал. В основном дальнобойщики сами были заинтересованы в белорусском попутчике. Все потрясающе, особенно Кыргызстан. Там было все то, что я хотел. Горы, кони, чистая вода, Иссыкуль. Просто потрясающе. Везде встречали просто на ворах. Кстати, о гостеприимстве. Во время странствования наш земляк случайно оказался на узбекской свадьбе. Говорит, просто шел вдоль дороги. Остановилась машина и водитель поинтересовался, куда держит путь турист. И буквально через час Александр Яловик стал гостем масштабного торжества, куда пришла вся деревня. Или, если говорить по-местному, то Кишлак. Так в Средней Азии называются небольшие селения. Если говорить о потраченной сумме, то весь поход Бобручанину обошелся чуть более чем в 500 рублей. Плюс с собой странник взял необходимые продукты. Рюкзак на 100 литров, признается, утрамбовал целиком. Обязательные компоненты – это чай и сало. Эти продукты мужчина брал с собой и на Кавказ, и на Байкал. Одна из главных локаций любых его путешествий – это горы. Красота Азии тоже не стала исключением. На Памир меня не пустили. Надо было приглашение, я про это не знал. Специальное приглашение. Это как старая страховка. Если ты три дня не появляешься, то высылает спасательную группу. Поэтому меня не пустили с одной стороны, в Таджикистан. Но я зашел на другой стороне, там, где нет Памира. На 4200 поднялся. Поэтому испытал на себе, что такое отсутствие воздуха, и приступы смеха, и слез. Все было. Главной трудностью нашего героя стал дискомфорт, который он ощущал от полученной травмы. Мужчина в движении снимал горную реку, засмотрелся и повернул ногу. При этом порадовало, что в Шимкенте, в городе на юге Казахстана, ему бесплатно оказали всю необходимую медицинскую помощь. Однако оставшиеся 6000 километров горожанин преодолевал уже только на автомобиле. Но Александр Яловик резюмирует – оно того стоит. Теперь строитель по профессии и философ по жизни будет зарабатывать деньги на следующий поход. Очередные точки на карте – Алтай, Тыва и Монголия. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Акция «Наши дети» во всем чьет по стране. Новогодние подарки уже получили тысячи белорусских детей из многодетных семей и те, кто остался без родительской опеки. Праздничное чудо пришло и к воспитанникам Бобруйского детского дома. Поздравить малышей приехали долгожданные гости. Анастасия Шевцова прониклась счастливыми глазами детей. 47 воспитанников Бобруйского детского дома с нетерпением ждут новогоднее чудо. Все ребята здесь по разным причинам лишились родительской опеки. Большинство никогда не видели маму и папу. Они для них почти как сказочные герои. И каждый год под бой курантов малыши загадывают одно и то же – найти семью. Ну а пока ее нет, дети дарят свою любовь гостям приюта. Когда приходят гости, для них это радостно, потому что забота, внимание, понимание и умение преподнести ту частичку тепла, которую преподносят детям – это главное. Подарить вот это счастье, вот это чудо, вот эту сказку, которая приходит с Новым годом. В этом году праздничное мероприятие сиротам подарили представители крупных предприятий, органов власти, правоохранители и военные. Никто из них не пришел с пустыми руками. Бытовая техника, игрушки, одежда, спортивный инвентарь, сладкие подарки и теплые пожелания от первых лиц страны. Мы всегда к этим деткам приезжаем в преддверии Нового года и стараемся отдать частичку тепла, немножко, чтобы они ощутили себя какими-то заботливыми людьми, о которых заботятся, о которых проявляют заботу. Пока же ребята встречают Новый год в приюте, но кто знает, может быть, следующее они встретят дома с любящей семьей. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Кто стрелял в сотрудников ФСБ? Какая главная задача Великобритании в новом году? И сколько стоит съездить в Барселону? Далее мировые заголовки недели. Один погибший и пятеро пострадавших. Стали известны подробности стрельбы в Москве. По уточненным данным пострадали пять человек. Два сотрудника ФСБ, больницы с тяжелыми ранениями. Еще один скончался. Напомним, вечером 19 декабря сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Федеральной службе безопасности сообщили, злоумышленник действовал один, он был нейтрализован. Личность установлена, это житель Подольска Евгений Манюров, который ранее работал в охранных структурах. В дома у него, по сообщениям некоторых СМИ, нашли оружие. В результате инцидента было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Королева Елизавета II, выступая перед парламентом Великобритании, подтвердила намерение страны выйти из Евросоюза. Это приоритетная задача для правительства Соединенного Королевства на следующий год. Крайний срок 31 января 2020 года, подтвердила она. После выхода из ЕС Лондон будет сотрудничать с Брюсселем и другими странами на основе соглашений о свободной торговле. Их еще предстоит заключить. По итогам недавних выборов, консерваторы получили большинство в Палате общин. Таким образом, их лидер Борис Джонсон получил карт-бланш на реализацию своего варианта по выходу из ЕС, то есть до конца января 2020. Визит иностранцев в Барселону станет дороже. Там повышается туристический налог при проживании в отелях. Неизменной останется лишь ставка при аренде частного туристического жилья. Благодаря новым мерам власти Каталонии рассчитывают пополнить казну на 21 миллион евро. Средства пойдут на смягчение негативных последствий от избытка туристов и поддержания городской инфраструктуры. В скором времени не исключено ведение специального сбора за выбросы крупных судов. Им будут облагаться круизные лайнеры, пришвартовавшиеся в Барселоне. Ежегодно их более 2 миллионов. Очередная новость, подтверждающая усугубление ситуации возле наших границ и необходимость тщательно думать о безопасности. США будут выдавать кредиты странам НАТО, бывшим союзникам СССР, которые ранее входили в состав Советского Восточного Блока. Прямые кредиты Госдепа направят на приобретение современных и эффективных вооружений, которые интегрируются с американскими. Главная цель инициативы Конгресса, чтобы члены НАТО в Восточной Европе не использовали и не зависели от российских или советских вооружений. Таким образом, Вашингтон будет вкладывать деньги в европейскую безопасность в интересах национальной безопасности США. Они ликвидируют пожары, находят людей в лесу, вытаскивают из заблокированных авто и спасают животных. И это лишь малая часть того, с чем день за днем сталкиваются мужественные сотрудники МЧС. Казалось бы, стереотип о том, что спасатели выезжают только на возгорание, давно разрушен. Однако историю, которую мы сейчас расскажем, в очередной раз доказывает – огнеборцы помогут в любой беде, а главное – вовремя и оперативно. Шестилетний Егор в символичной фамилии Залозаев, что по одной из версий означает «лазить», в очередной раз взобрался на дерево. В четверг вечером он вместе с мамой провожал Тоню – подружку по саду. Однако выбраться самостоятельно, а после и с помощью взрослых мальчик не смог. Его нога застряла между стволов. Среагировала сразу Тони на маму, что нужно вызывать МЧС, что сами мы его вытянуть не можем. В принципе, пока я позвонила по телефону и разговаривала с диспетчером, уже летела, мы слышали уже мигалки машины. Все настолько было быстро, оперативно, что мы даже не успели сообразить. А вот, собственно, и оперативное видео спасение. Все это произошло возле остановки по улице Ульяновской. На кадрах видно, на то, чтобы снять малыша, специалистам понадобился гидравлический инструмент. И буквально 20 секунд. Сам же Егор помнит тот вечер в деталях и мелочах впечатлений у мальчика масса. Я вот обогнал Тони, первый к дереву прибежал и сразу начал карабкаться. Карабкался, карабкался. Мама говорит, не карабкался. Я еще несколько раз карабкался и еще один раз карабкался, так что нога застряла. Потом МЧС приехала заворачивать, за ним пожарка приехала, потом две скорые. Одна тут встала, одна вон там. После ребенка осмотрела бригада скорой помощи, но госпитализации не понадобилось. Колено осталось в целости и невредимости. В данном случае история с Егором закончилась положительно. Однако случаются такие случаи, они нередки, когда дети получают травмы в результате нарушения правил безопасности. В связи с этим хотелось напомнить родителям о том, что именно они должны напоминать своим детям о правилах безопасности, о том, что нарушая их, можно попасть в больницу. Что же касается пристрастия Егора Залозаева взбираться на деревья, с ними, кажется, вопрос решен. Мальчик уверяет, ему, конечно, понравилось, что ради него приехало столько спасателей в форме. Но застрять на дереве все же было страшно. Потому маму Тамару в следующий раз обещал слушать. Мария Бересневич, Павел Зуев. Итоги недели. Наши фильмы вошли в классику мирового кинематографа. На неделе белорусское кино отметило 95-й день рождения. Поздравления принимали режиссеры, гримеры, сценаристы и актеры. Однако это праздник не только тех, чьи фамилии значатся в титрах, но и специалистов, благодаря которым все билеты проданы. За кулисей главного кинотеатра города заглянула и наша съемочная группа. Владимир Макареня видит кино с другой стороны. Правда, для него оно ввиду технических особенностей получается немым. За 16 лет в кинотеатре «Товарищ» мужчина прошел путь от видеоинженера до ведущего специалиста. Именно благодаря его профессионализму, в обручании гости города без проблем смотрят лучшие отечественные и мировые фильмы. Наш герой проверяет титры и качество картины. Если говорить проще, то делает все, чтобы не было киноляпов. Владимир признается, работа хоть и тяжелая, но интересная. Чем привлекает? Ну, очень интересное оборудование, цифровое, современное, интересно работать. Вот, что-то новенькое, фильмы нравятся, кинематографы там нравятся. Интереснее, конечно, смотреть в зале кино, потому что неотъемлемой частью кинопоказа, это звук является, а звук здесь, сами слышите, что кинопроектор забивает немножко. Пять лет назад главный кинотеатр города пережил очередную реконструкцию. Ультра-современное оборудование, опция 3D-показа фильмов и комфортабельные сидения. В доме кино созданы все условия, чтобы наслаждаться просмотром. Кстати, в прокат уже вышла перезагрузка легендарной игры «Джуманжи. Новый уровень». Полицейские струблевки тоже продолжают творить новогодний беспредел. И это далеко не все премьеры. Наш кинотеатр может вас обрадовать, например, фильма «Звездные войны». «Восход» – это продолжение всей саги «Звездных войн». Очень фантастический, интересный фильм. Юные зрители могут увидеть Иван Царевич и серовый «Волк-4». Это продолжение тоже нашего мультфильма, российское производство. Очень интересный фильм, так что приглашаем всех. Драмы, мелодрамы, комедии и триллеры. Только за год кинотеатр «Товарищ» посетило 239 тысяч зрителей. Здесь цифры говорят сами за себя. Основные наши цели – это поддержание все-таки комфортных условий для наших любимых зрителей, поддержание материально-технической базы и создание мягкой ценовой политики. Сделать так, чтобы стоимость наших услуг была доступна для каждого жителя нашего города. Администраторы, видеомонтажеры, бухгалтеры и кассиры. В этот день, в честь 95-летия белорусского кинематографа, слова благодарности звучали в адрес 8 лучших специалистов. Для них грамоты, цветы и подарки. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели.